Геннадий Владимирович, скажите, пожалуйста, а что или кто сегодня позволил Путину вот так обнаглеть? После 2014 года, после того, как он отобрал у Украины Крым, развязал войну на Донбассе, после того, как пошли западные санкции, он стал малорукопожатным. Вдруг сегодня он встает в полный рост, начинает угрожать всему миру, и весь мир сидит и трясется. Что произошло вообще? Люди перерождаются во власти. Как говорится, власть развращает абсолютно, и власть развращает абсолютно. Путин оказался в условиях абсолютной власти, какой не владел даже, наверное, известный монарх Людовик Солнца, как он там, правильно? 14-й, по-моему, да? Да-да. То есть гигантские полномочия, огромные деньги, членство в Совете Безопасности ООН, огромный ядерный потенциал, который, в общем-то, по большому счету, может уничтожить, ну, если не полмира, то значительную часть цивилизации. И, конечно, тут хочешь не хочешь, будешь все равно с Путиным считаться. Поэтому и Шольц к нему приезжает, и Меркель до него, и Макрон едет, и Байден звонит, никуда не денется. Огромный ядерный потенциал и совершенно неадекватность политического руководства с его агрессивными, совершенно, так сказать, откровенными намерениями, воинствующими, они, в общем-то, заставляют говорить о том, что главная задача сейчас у мирового сообщества – не допустить войны в Европе, которая может перерасти в масштабные столкновения, и в конечном итоге перерасти в Третью мировую. Для них это главная задача. Геннадий Владимирович, вопрос вам задает Арсен Аваков. Добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, все империи распадаются, и все диктаторы кончают плохо. Наступит тот момент, когда вот нынешняя путинская империя распадется. Увидим ли мы, как Татарстан выделяется из состава РСФСР, или товарищ чеченский лидер заявляет о том, что Чечня получает независимость, или Ингушетия, или еще что-то такое, это случится на нашей памяти или нет? И что будет дальше? Вот, к сожалению, мне не 15 лет, и не 20, и не 30, и я помню, как был незыблен и силен, как никогда, Советский Союз. А потом в один момент щелк, и все. Вот мы не чувствуем, что мы балансируем на грани этих ситуаций. Ваша покорная слуга публично предсказывала крак Советского Союза в своей лекции в 1987 году, уступая перед политикой. Ну, перед административно-хозяйственной, так сказать, руководством колонны. Поэтому было понятно, в КГБ было понятно, что Советский Союз идет к краху. Я думаю, что мы с вами не только увидим, а еще и поучаствуем в тех мероприятиях, которые будут пост Путина. Вы так точно, Арсенарий. Арсенарий, да. Да, я в этом уверен. Я в этом уверен. Они не смогут так долго держать власть. У них нет таких больших ресурсов, чтобы они могли держать власть вечно. Все-таки Россия, это не Северная Корея. В России уже посмотрело, что такое... Нет, ну все, они посмотрели, наши граждане. Миллионы граждан посмотрели, что-то, как люди могут жить. Да, еще не все посмотрели, еще не все знают, еще кое-кто... Но тем не менее, у нас есть какие-то технологии, там страна цифровизируется, есть интернет, открытые границы. Поэтому удерживать власть... Вот сейчас, почему Путин? Вот я все время говорю, два вектора совпало в отношении Украины, и это делает особо опасную ситуацию. Первый вектор, как я вам сказал, личная обида, личное оскорбление, которое затмевает прагматизм и разум. Это очень сильно есть, и я это знаю прямо, можно сказать, ну, почти с первых уст. И второе, то, что любому диктатору, как вы правильно сказали, которым империи все они разваливаются, да, любому диктатору для удержания власти, как наркоману, требуется увеличение дозы. И эта доза как раз, вот война. Война и универсальные средства, сплочение на какое-то время народа вокруг любого, даже самого плохенького и скомпрометирующего себя вождя. Доза не было просто от Украины. И вот эти два факта совпали.